хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя заценок сергей павлович какой год рождения 1971 можете четче немного говорили 1971 год откуда сами родом родом саратов самого саратова да когда подписали контракт я не подписывал контракт я приехал сюда от чопа охранять школу с первого сентября 100 приехали сюда на каком основании доброволь доброволить или как мы предложили охранять школы в луганске с 1 сентября как бы вахтовым методом охранять ну да в составе чего составили чопа 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 это что частная охрана предприятия частная российская 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 сейчас на охраны охранять школу от кого ну как в школах охрана существует везде и как бы нас ставили по 2 человек в самом луганске не в луганске в купинске да я понял сколько обещали платить чуть побольше в москве обработал москве чуть побольше это сколько 85 тысяч а москве сколько путили в москве чем занимались охраны охраны деятельности охраны деятельности да что охраняли парки поликлиники школ хорошо я понял а когда зачем украину в украину когда зашли 29 августа 29 августа до 30 мы были 31 были на месте и 1 уже заступили в школу а у пленка попали 6 начали бомбежки утром встали вышли ученики уже в школу не пришли учителя не пришли но у местных жителей спросили что то как где они сказали русских нету никого уже ну я встал собрал вещи и пошел куда-нибудь как-то военных уже не было ни полиции российских слов но пошли что дальше ну потом попал в плен в салу военном мани меня переправили сезон харьков потом но это понятно оружие имели это хранжи до охрана оружие какое лишь 71 тем года на гладкоствольный пистолет он выдается как охранник зачем же охраннику школе пистолет ну просто охранник шестого разряда он ходит с ордур хорошо вот у меня вопрос как украинца у нас в школах охрана без оружия почему почему вы в купинске приехали с москвы охранять школу а кто он предложил а кто предложил охранять школу купинске предложили в чоке что есть возможность вообще нас собирать в луганске размещать в школах но оказались хорошо от кого охранять школу нужно было купинске пистолетом не знаю пистолетом в школу мы охраним и в москве и в саратове хорошо но может там дикуха большая типа в россии что вам нужны пистолеты в школах ну вы что в частной охранной компании не спрашивали что от кого в купинске шестой разряд человек это все понимаю пусть будет пусть будет да вы не спрашивали от кого мы будем защищать школу в купинске у нас свои задачи в школе мы проводим у нас стоит журнал который по посещению заполняется журнал посещение школы после чтобы туда не проходили не проносили взрывчатые вещества не курили на территории школы после занятий школа закрывается мы смотрим за порядком внутри то чтобы не противопожарной безопасности чтобы вода нигде-то не побежала окна двери закрыты что были и по два часа как вот делаем осмотр школ в самары переехали в москву на заработку саратова саратова переехали москву на заработки да вахтовым методом и в купинск вы тоже приехали на заработки на на вахтовый метод зашибись видите как хорошо украине жить больше зарплата чем в россии вам предложили в москве на топовые зарплаты в москве вы приехали в купинск даже не в областной центр а ты не столица центральный центральный город район районный город москва столица это же предел мечтаний россиян а тут в районном городе в украине платили больше вы не спрашивали почему место просто как командировку ну вы не спрашивали хита вообще просто мы ехали в луган с то что не было как квалифицированных лицензионных охранник как будто уже ехали с документами сейчас вы в плену да а почему объясняли почему если вы хороший охранник детей должны были охранять пересечении границы с оружием это уже статья то есть вы только сейчас начали понимать ну это я помню когда уже процессе приехав сюда а до этого головы не хватало ну как говоришь что это все освобожденные территории здесь войны нету от кого освобожденные войны от кого территории освободили ну от кого россияне освобождали территории от купинск от кого освобождать в купинске не было военных вообще в смысле там были россияне захватили от кого от кого защищать ну от кого украинцы воюют между собой украинцы воюют между собой луганск как-то и украина а украинцы вы�ят между собой да это откуда вы знаете что украинцы воюют между собой ну что в украине шла война в том кто стороны конфликта ну между собой а между собой да я так по за что а за что воюют между собой наверное за территорию кто хочет что вот в украинчане хотят чтобы жить отдельно. Украинцы хотят отдельно, чтобы на своих территориях жить. И когда это началось? Я политикой не занимаюсь, но давно. По-моему, так. Жена и дети есть? Да. Сколько? Да. Сколько лет? Уже 19 и 13. Жена советовалась, когда ехать сюда? Живете вместе? Я поехал просто как бы на 15 дней, что у меня вахта закончилась, и можно было съездить на 15. А много таких вахтовиков есть защищать, школы ездить? Я не знаю, человек 50. Это была первая командировка. Человек 50, да? А другие куда поехали? Сватово, Сватово. Есть такой город, да. Сватово. И вокруг Купинска какие-то школы. Не могу сказать. В Купинске, по-моему, 4 школы скрывали. И еще где-то в краю. А в «Охранной фильме» кто платил эти деньги? Ну, это же на 10 тысяч рублей больше. Ну, честно, не могу сказать. Просто деньги должны переходить, как обычно у меня на карточку. Я не интересался, кто. Я понял. Короче, вы ехали защищать освобожденных. А вы понимали, что едете на другую территорию? А как вы себе это вообще представляете? Другая страна? Другой народ? Вот вообще, какое у вас представление было, когда вы ехали? Ну, я как бы ехал, что открывается школа, нужны охранники. Как бы... В Украине? Или как для вас это представляли? Ну, в Украине. что нужно охранять школу, как бы. Требуется лицензионная охрана. Ну, как бы на этом основании. Как бы не воевать даже и не обалдеться. Вообще, комедий-клаб какой-то, да? Это все так говорят. Не, вот я вас слушаю. Я сам сейчас, когда сюда попал, я как бы тоже уже въехал в это что? В что въехал? Ну, что это как бы смешно. Ну, да, это очень смешно то, что вы рассказываете. Это очень смешно. У вас высшее образование есть? Нет. А какое? Средне-специально. А специальность какая? К станочке Широков. Угу. Путина поддерживаете политики? Ну, как-то не интересовался. Не интересовались. Да, вы гражданин Российской Федерации. Да? И политикой не интересуетесь в Российской Федерации? Мне просто некогда интересоваться. Я работаю по три месяца. Вы так заняты, что вообще ничего не понимаете в жизни. А как вы вообще жену нашли, детей родили, вообще ничем не интересуетесь? Ну, это было давно. А как, тогда еще не интересовались, да? Тоже не интересовались. Тоже не интересовались, да? Просто сейчас некогда. Я даже телевизор не смотрю, уже давно. То, что некогда просто смотреть его. То есть, вы вопрос не ставили, да? Вот что мы будем делать в другой стране? Я тут на заработках в Москве, 75к, а мне предлагают Купенске в районном царе. Вы смотрели вообще на карту, что такое Купенск? Не смотрели, да? А я что-то не понимаю. Во что, как товарняк посадили и приехали? Изначально было, что едем, где вообще войны нету, школы. Как войны нету? Вы что, ничего не смотрите? Ну, последние месяца четыре точно не смотрели. В Украине что происходит сейчас? Ну, что, была война. Ну, была война или есть война. Война между Кемиками? Между украинцами. Между украинцами, да? Российские войска здесь есть? Сейчас ты есть. Есть, да? А до этого было между украинцами. А с 24 февраля кто воевал в Украине? Как я слышал, что Луганск попросил Россию помочь воевать за Луганск. А где слышали? По телевизору. То есть, Луганск попросил воевать за Луганск, да? Вы где находились? Дома. Дома, да? А приехали... То есть, Луганск просил воевать за Луганск. Вы очутились в Купенске? Хрен с ним. Пусть будет по-вашему Луганск, просил воевать за Луганск. Вы очутились в купенске. Я так и думал, что мы едем в Луго. Хорошо, очутились в Купинске. Там есть вывески. Какой населенный пункт? Сколько вы там находились? Несколько дней? Пять дней. Пять дней. Купинск, это какая область? Не знаю. Харьковская? Да, Харьковская. У вас телефон есть какой-то вообще? Нет, у нас забрали все это. А почему забрали? Сказали, что на сим-карту приходят бомбить могут, если звонок идет. Стоп! Так все хорошо. Я это все понимаю. Я это все понимаю. Сим-карта, звонок могут бомбить, связь и так далее. Так территории освобожденные. Войны нету. Зачем телефон забирать? Ну что, если с российской сим-карты позвонить, то что-то вычисляют и прилетает бомба. Так территория же освобождена, вы мне говорите. Я не знаю. В кобычках освобождена. Ну, так вот, как-то так. Еще вопрос. В голове что-то есть? Сейчас. Вообще в жизни что-то было? Вот серое вещество. Вот в людей, да, вот какое-то там серое вещество. Они там мыслят, какие-то вопросы себе задают, что и как. Что зарплата выше в Купинске или в Луганске, чем в Москве. Вы же там на заработке ездите в Москву. Да. Да. А тут в Луганск. Ну вот, как бы, ну, вещество, оно должно было дать толчок этим всем мыслям. Вот просто так. Ну, толчок был, что как бы не на войну же еду. Вот как-то. Как-то так. А здесь, ну, вот вы с россиянами сидите? Они откуда с Луны свалились? Ну, еще здесь сейчас. Да. Кто они? Ну, много чего понимаешь, осознают, скажешь, все в голове. А много таких в России, как вы? Много. Много? Я просто не знаю, что сказать, честно вам скажу. Ну, я тоже ничего не могу сказать. Я не могу там, я не хочу как-то вот там, ну, плохо говорить, но у меня такое ощущение, это там что? Не, ну, реально предложили съездить в командировку на 15 дней. С большей зарплатой по своей специальности. Туда и обратно. Я не вижу здесь ничего такого. Политикой вы не интересуете? Политикой вы не интересуете. А, здесь ничего тупого нет, да? Ну, такого я не знаю. А вы, слушайте, а в Финляндию не поедете с пистолетом, ишь, так же сам? Не хотите поехать? Ну, я поехал не как частное жрецо, я поехал как от своей фирмы, от... у меня есть договор. А вы документы умеете читать, что и как? У вас вопрос не возникал, почему здесь платят, там в Украине платят больше, чем в Москве. А как вот вообще у вас рабочий день проходит? Вот просто мне интересно. Чем вы занимаетесь? Телефоном пользуетесь, смартфоном? Пользуюсь. А что там смотрите? По работе. Ну что, порнуху? Нет. Ну я просто не понимаю, что там. Ну, новости читаете? Иногда, да. Ну и что там в новостях говорили? Что в Украине происходит? Ну, как-то эта тема не... Не интересует. Ну, хорошо. Что в телефоне по работе читаете? Конкретно. Какие сайты вы заходите? По сельскому хозяйству. То, что я занимаюсь дома. Например, что читаете? Ну, оборудование какое-то... Для чего? Для сельского хозяйства. Ну, конкретно чем? Ну... Как выращивать, не знаю, там, кукурузу? Ну, типа... Вот типа такого, да? Ну, типа такого. Вообще, ну, то есть, честно, у меня такой штопор, что я даже не знаю, что... Ну, даже вас спрашиваю. Хотите что-то сами сказать? Не знаю, там, жене, россиянам, украинцам? Нет. Не хотите? Обмененным хотите быть? Обмененным хотите быть? Хотелось бы, да. А зачем такой, как вы, россиян, который ничего не читает, ничем не интересуется, не понимает, куда едет? Ну, дальше продолжать работать? Нафига? У себя. Вы актер? Нет. Это все правда, да? Да.